Всех приветствую на веб-семинаре по безопасности веб-приложений за пределами Avasp Top 10. Мы собрались здесь в комплексе радио, также кто-то подключился, используя систему вебинар. Может быть, будет доступна запись этого веб-семинара, кто-то будет смотреть семинар в записи, тех тоже приветствуем. Меня зовут Сергей, я инструктор в Центре компьютерного обучения специалист. Клевогин Сергей Павлович, если зайти в интернет, написать www.klevogen.ru, ко мне на сайт попадете, точнее попадете на страничку специалистам. Написано, что провожу курсы Microsoft, курсы по безопасности, имею много разных статусов. Авторизованный инструктор Microsoft, авторизованный инструктор EasyCancel, имею статус этичного хакера, Certified Ethical Hacker, в разных версиях бывает 6-й, 8-й. И безопасность компьютерных сетей, компьютерных систем включает в себя также безопасность веб-приложений. В честь безопасности веб-приложений будет наш веб-семинар. На безопасность веб-приложений можно смотреть по-разному. Можно смотреть на то, как писать код. Можно смотреть с точки зрения дизайна, с точки зрения функционала, с точки зрения архитектуры, проектирования, производительности. И такие курсы в специалисте есть. Если хотите учиться на веб-дизайнера, художника, на программиста, только скажите «хочу записаться». Множество курсов. Из них есть курсы по веб-дизайну, по программированию, в том числе на PHP, интернет-технологии, веб-дизайн, система управления контентом, веб-программирование. Давайте делать настоящие сайты. Ну, это все, конечно, хорошо. И, судя по курсам, очень популярно. Раз есть курсы, значит, кто-то учится, значит, кто-то с этим работает. Но функционал – это одна сторона. С другой стороны, мы боимся, как бы наш функционал не нарушили злоумышленники. Чтобы мы сделали хороший сайт, например, сайт специалиста, чтобы здесь никто не нарушил конфиденциальность, целостность, доступность нашей информации. А как это сделать? Давайте изучать безопасность. И безопасность можно тоже изучать по-разному. Давайте курсы веб-программирование так хорошо изучим, чтобы учиться писать коды, которые невозможно взломать. Давайте учиться не коды писать, а коды проверять. Если хакер хочет проверить коды взломать, то мы хотим защититься, чтобы раньше хакера это найти. Есть такое направление, что, может быть, вы программировать умеете или нет, это другой вопрос. Это мы потом можем изучать. Но уже сейчас есть сайт, мы уже сейчас даже не глубоко вдаваясь в тонкости программирования, можем проверить, что там с безопасностью. А как это сделать? Надо знать слабые места сайта и знать, куда хакеры могут ударить. И тогда мы сможем от этого защититься. Если вы пойдете на курсы по этичному хакингу, например, вот всех этичный хакинг, тестирование на проникновение, программа курса говорит, мы вас будем учить различным техникам, которые хакеры используют, чтобы атаковать системы, в том числе веб-серверы. Веб-серверы, веб-приложения. И вот, можно сказать, смотрите, есть такая техника, есть такая техника. Когда мы будем методологию изучать, можно вот такой приемчик использовать, а можно такой, а может много разных приемов. Вот бы все эти приемы как-то классифицировать. И сказать, вот это атака такая, атака такая, атака такая на 6, 5, 8, 10 пунктов разделить. Или не атаки классифицировать, а уязвимости классифицировать. Слабое место такое, слабое место такое, слабое место такое. Да, если есть слабое место, соответственно, туда может прийти и атака. Существуют различные классификации. Например, есть классификация WASC, которая классифицирует слабые места в веб-приложениях. И даже есть семинар, ну, однодневный, которая эту классификацию изучает. Курс называется «Защита веб-сайтов, обломов». Может быть, вы на этот курс ходили, он однодневный. Мы вот на этом семинаре, однодневном курсе, видите, даже не курс, даже семинар, что там один человек. Эту классификацию изучаем. Ну, наверное, все очень просто. Есть атаки на аутентификацию, атаки на авторизацию, на клиентов, на выполнение кода, раскрытие информации, логические атаки, все хорошо. Ну, это как бы такая совсем фундаментальная классификация. По ней хорошо учиться, по ней хорошо начинать. Но если вы хотите профессионально создавать сайт, вам нужна более серьезная классификация, на которую лучше ссылаются различные инструменты для пентестеров. И такая классификация есть, называется классификация «Авасп». «Авасп» – организация такая «Open Web Application Security Project». Вот я вот в Google зайду, скажу, Google, что ты знаешь про «Авасп». Он говорит, я все знаю. Но больше всего «Авасп.org» прославилась она тем, что есть топ-10. 10 уязвимостей, публикуем, обновляем, каждые три года пересматриваем самые популярные уязвимости. И вот эта вот классификация, которую «Авасп» предлагает, помимо всего прочего, он говорит, мы конференции проводим, мы книжки какие-то, статьи, рекомендации даем. Вот топ-10, топ-10 по-английски. Это вот мы придумали такую классификацию, вот PDF-ку, она не секретная, скачайте, посмотрите. Мы все уязвимости вот так вот классифицируем. Вот эти есть А1, А2, А3, А4, разные странички. Ну и давайте уточним, что такое А1, что такое А2, что такое А3. То есть тут есть что поизучать. Классификация настолько популярна, что если какой-нибудь продукт выпускается, например, профессиональный сканер уязвимостей, он находит уязвимости и говорит, о, на вашем сайте уязвимость такая, такая, такая. Какая именно? И он ссылается на эту классификацию. У вас есть А1, у вас есть А2, А3, А4 по классификации «Авас топ-10». В 2010 году была такая, стала теперь такая. Если вы начнете ее учить, то можно, конечно, наизусть выучить А1 – инъекция, А2 – взломанная аутентификация, А3 – межсайтовый скриптинг, А4 – небезопасные ссылки прямые на объекты, А5 – неправильная конфигурация, А6 – утечка чувствительных данных, А7 – отсутствие контроля функциональному уровню. Вот я вам говорю, если вы не понимаете, в чем суть, то я могу весь список прочитать, вы не поймете, не запомните. Конечно, хотелось бы сесть и так разобраться. Давай вот так вот. Что такое А1? Какое бывает, как от этого защищаться? Что такое А2? Какое бывает, как от этого защищаться? Это АВАСП, такая организация, которую классификацию предлагает, и если вдруг надо проверить безопасность веб-приложений, то АВАСП ТОП ТЕН – это вот прям самая популярная классификация, которая может быть не единственная, но уж больно популярная. И вот ТОП ТЕН, все уязвимости расклассифицированы вот так. Мы, кстати, придумали по поводу этого целый курс, в честь которого вебинары проводим. Специалист, понятно, хочет известности побольше, но и также он хочет дополнить курс по этичному хакингу, плюс хотел бы дополнить курс «Атака и защита веб-сайтов» по АВАСП ТОП ТЕН. Если еще раз зайдем на сайт специалиста, посмотрим программу курса по этичному хакингу. Есть тут курс «Сех». Давайте найдем его. Пишем «Сех». Курс по этичному хакингу предполагает, что мы будем учиться различным техникам. Атака на систему, сетевые атаки, беспроводные сети. Вот один день изучаем взлом веб-серверов веб-приложения. Вот хотелось бы детальнее изучить. Для этого наш семинар и целый курс. Буквально через две недели будет курс. Может быть, вы захотите туда пойти. Дай-ка я эти А10 детально изучу. И вот программа говорит, давайте пойдем А1, А2, А3, но уже без всякого простыми русскими словами посмотрим, как 10 раз может быть взломан сервер. Специально под этот курс я подготовил стенд. Есть много приложений, которые пытаются нас научить тому, как защищать веб-приложения. Они разные. Где-то побольше, где-то поменьше. Что-то там для Windows, для Linux. Мне больше всего понравилось приложение BeWap. Из-за его хорошего, приятного интерфейса. И что вот это приложение... Я вот сюда вот зашел. Кто пришел на радио, можете зайти, ищите PeoWasp. Этот портал у меня прямо здесь развернут. Он говорит, ну, хотите, залогиньтесь. Можете пользователя завести. Вот Create User есть. И вот тут целый портал такой и есть. И что я могу здесь сделать? Ну, вы здесь можете, например, посмотреть, какие бывают фильмы. Мы ведем как будто бы каталог разных фильмов. У нас актеры будут, у нас там что-то такое. Но смысл не в этом. Смысл в том, что каждая страничка этого сайта имеет уязвимость по АВАС в топ-10. Есть инъекции. Инъекции бывают HTML, инъекции бывают E-Frame, инъекции бывают LDAP, инъекции бывают SMTP, инъекции бывают операционные системы, SQL-инъекции на все лады разные бывают. А потом есть А2. А аутентификацию сломать можно так, можно так. Вот, можно CAPTCHA обойти, можно такую функцию использовать. Межсайтовый скриптинг. Ну, может быть, вы знаете, да, скрипт, алерт, окошко выпрыгивает. Да, вот здесь оно такое. Но есть еще такой, 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 такой. И вот везде есть какая-то проблема по АВАС в топ-10. Вот, например, зайду, скажу, ну-ка, где здесь будет у меня отраженная XSS? Он говорит, у меня очень просто. Найди кино в нашей базе данных. Ну, я люблю кино, чтобы там было слово Iron. Он говорит, Iron, да, такого нету. А вот Iron Man. О, yes, у нас есть такое кино. Ну, вот видите, технология Аякс. То есть она прям тут же мне говорит, я печатаю, оно тут же ищет, не перегружая страницу. Здесь есть отраженная XSS-атака. А тут еще есть А1, инъекция. Вот здесь HTML-инъекция, здесь LDAP-инъекция, здесь вот инъекция mail-header. Вот, хотите нам письмо отправьте? Да, у нас есть вопрос. Студент, наш e-mail, студент, хотим задать вопрос. Когда начнем курс? Отправили. И если сейчас буду почту проверять, администратор получит e-mail от студента, когда начнется, на этот e-mail ответит. Вот здесь есть инъекция в почтовом заголовке. О, как найти? Да, давайте разберемся. Потом, здесь взломанная аутентификация есть. Вот, например, здесь вот есть CAPTCHA, можно CAPTCHA не вводить и сразу влогиниться. Да не может быть, CAPTCHA надо ввести, вот, прочитать. Нет, не обязательно, сейчас чуть-чуть пошурудим и так зайдем. О, а здесь вот тоже есть какая-то проблема, и здесь какая-то проблема. И вот, что мы будем делать на курсе. На курсе мы будем говорить, значит так, вот все эти уязвимости, которые тут есть, плюс еще к этому дополнительно что-то будет у нас. Мы разберем, в чем проблема, как ее взломать. Вот видите, страница заблокирована только для администраторов. Как сделать, чтобы разблокировалась? Я знаю, но чтобы это изучить, надо понимать, как она устроена. И вот научимся чувствовать уязвимость, ее эксплуатировать, а потом тут же брать и защищаться. Например, есть какая-нибудь страничка, где есть там какая-нибудь инъекция самая простая. Ну, мы все знаем и любим межсайтовый скриптинг. Наверняка знаете, если написать скрипт, alert 0, скрипт, ну, как-нибудь вот так вот напишу, то скажу, меня зовут как-нибудь вот так, окей, о, скрипт выполнился. А теперь говорим, а теперь уровень безопасности высокий. Установили, пишу то же самое, абсолютно, вот все сохранилось. Отправляю, он ничего не прыгает, все отблокировалось. Как это сделано? Да, мы разберем, как код устроен, как защититься от этого. Ну, так мы проведем три дня, по всем этим уязвимостям пройдем. Вот будет у нас такой замечательный курс, атака защиты веб-сайтов. Ну, я не буду сейчас этот курс читать, я его показал, ну, и рассказал, что про все эти уязвимости, А1, А2, А3 до А10, посмотрим, где проблема. Скажем, вот есть инструмент, какой-нибудь там бурб-сьют, запускаем, вот здесь вот химичим, вот здесь вот атакуем уязвимость. А чтобы так не было, надо вот такую проверочку делать. Ну, конечно, чтобы защищаться на таком уровне, вы хоть чуть-чуть язык программирования PHP сдать должны. Чтобы понимать, как эксплуатируется уязвимость, хоть чуть-чуть межсетевое взаимодействие понимать нужно. И, может быть, вот сейчас поговорим, вы обушевите, скажете, да, прежде чем идти на курс, я еще там книжку какую-нибудь почитаю. Но, есть кое-что, что выходит за пределы даже АВАС в топ-10. Есть какая-нибудь атака, которую можно с натяжкой в АВАС в топ-10 засунуть, мол, это какая-нибудь А5, или это какая-нибудь А7, или какая-нибудь А4. Но, все-таки, как-то, ну, ни туда, ни сюда. А почему под это не выделили А11? Ну, это уж больно экзотическая уязвимость. Она, конечно, смешная, ее, конечно, интересно изучить, она реально может работать, но, все-таки, не пойми, куда ее воткнуть, давайте ее отдельно. Вот, за пределами АВАС в топ-10 три примера расскажу. Почему три? Потому что они базируются на протоколе HTTP. Это расщепление HTTP-ответов, подмена методов HTTP, загрязнение параметров HTTP. И, вроде бы, это не проблема веб-приложения, это проблема протокола HTTP. Но, с другой стороны, HTTP – это протокол, по которому сайты вам доступны. Поэтому, если проблема на уровне HTTP, веб-приложение использует его для передачи данных, то, пожалуйста, если какая-то проблема, это проблема веб-приложения тоже. Ну, под конец посмеемся, на клик-джекинг посмотрим, может быть, еще, как пойдет, в общем. Это концепции веб-сайтов нужно знать, понимать. Вот, у меня есть сайт, почему я сюда могу попасть. Потому что прихожу на компьютер, который АВАС из своего браузера. И, наверное, хорошая идея поставить в AirShark и видеть, как я за своего компьютера отправляю через интернет запрос на веб-сервер, который АВАС называется. У меня это виртуальная машина. Вот этот сервер АВАС. Ну, действительно, вот так вот я могу сделать хост name. Его зовут АВАС. Вот он так. Здесь у меня установлен веб-сервер. Ну, я не буду там подробно показывать, как я веб-сервер установил, как он там крутится. Скажу, что он Apache, тут вот есть сервис, Apache, он тут как-то крутится. Если я зайду, посмотрю, как мне тут сайты устроены, то сайт выглядит вот так вот. PHP, PHP, PHP. Вот если код на PHP посмотрю, вот так код выполняется. То есть, код выполняется, выполняется, в систему управления базой данных выполняет обращение. Выполняет обращение, какие-то селекты, а может не выполнять обращение. Вот то, что я сейчас буду показывать, нам SQL не нужен, мы его выключаем. У нас и без этого проблем хватит. Вот, наверное, хорошая идея Wireshark вот так вот запустить и сказать, и сейчас со мной будет взаимодействовать вот этот вот хост. Это компьютер, с которого я трансляцию веду. И вот, давай-ка, показывай любую коммуникацию, которая будет. Я говорю, о, как хорошо. Я вот, допустим, хочу вот этот вот скрипт отправить. Вот, жму какую-нибудь там Ctrl F5. Он у меня перезагружается. Я пишу там окей-окей. Он говорит, без всякой атаки, добро пожаловать, окей-окей. А что это было? Он говорит, ну смотри, вот такая вот была у тебя коммуникация. Ты подключился, сказал мне по протоколу HTTP, дай мне чего-то, я тебе вернул. Вот видите, да, это протокол HTTP, который лег на протокол TCP, протокол TCP, который лег на протокол IP, и на канале у нас есть связь на проводах. То есть вот так вот ведется коммуникация, протокол HTTP, это то, что определяет, как мы разговариваем. Это такие вот концепции, которые, конечно, нужно понимать. Давайте теперь посмотрим что-то, что может привести к проблеме на веб-приложении. Причем это будет не по вас в топ-10, это топ-10 уязвимостей, хорошо, да, вот мы отдельно изучим на курсе. Это вот то, что самое популярное. А здесь в дополнение к этому топ-10 добавим еще вот кое-что, что сюда не вошло. Все вендоры считают, если у них спросить, какие две проблемы на веб-серверах, они говорят, всего у веб-серверов две основные проблемы. Во-первых, обход каталога, во-вторых, расщепление HTTP ответов. Но обход каталога, директор и траверсал, оно однозначно входит в АВАЗ в топ-10. Вот если здесь присмотреться, где-то здесь обход каталога можно найти, директор и траверсал. Но это будет не проблема веб-сервера, это будет проблема приложения, которое допускает обход каталога. Вот видите, видишь, тут PDF-ки есть. Хочешь про Iron Man читать PDF-ку? Хочу. Вот смотри, какая PDF-ка. Вот здесь есть атака, обход каталога, мы ее изучим. Не сказать, что прям суперубийственная атака, прям сейчас все сайты похакают, но одно время она была популярна. Вот обход каталога, это прям вот с чего начинать? С обхода каталога начинать. Ну, идея в том, что дай-ка я, вот директор и траверсал, надо подгрузить каталог документ. А я напишу две точки слэш, подгрузи, что там повыше. И что, подгрузится? Нет, что-то он не подгружается. А если я напишу эти две точки слэш наверху, что подгрузится? Ой, да, что-то не подгружается. Ну-ка, я вот так вот подгружу, не подгружается. Если я вот так вот, не подгружается, не работает. Почему? О, у тебя уровень высокий. Давай обратно, как будто бы он невысокий. Давай тогда вот так вот. Вот так вот, о, смотрите, я выше подгрузился. И вижу данные, которые выше. А если вот так, то то, что еще выше. А если вот так, то то, что еще выше. Так, не понял, что за папка такая. О, это папка Windows. Давай посмотрим, что в папке Windows. Давай. Пишем здесь Windows. И видите, вижу содержимое папки Windows. Вот это называется обход каталога. И считается это проблема номер один для веб-сервера, для веб-приложений. Можно говорить, нет, это не проблема номер один. Но сколько я книжек и учебников читал, все начинают с этого. Говорят, если без всякой классификации, директор и траверсал, это прям. А второе, почему-то расщепление HTTP ответа. Не понимаю, почему. Это просто понятно, очевидно. А HTTP расщепление ответа, это сложно и экзотично. Одну книжку читаю, мне говорят, надо знать HTTP расщепление, вторую, третью. А куда расщепление? Вроде бы как куда-то можно, но здесь оно, видите, написано, мы написали BWAP, не знаю, куда отнести. Какой-то другой баг. Вот, HTTP Response Splitting. Вот, приходи сюда, здесь есть расщепление HTTP ответа. Понятно, да? Но, прежде чем изучать это, давайте разберемся, как вообще взаимодействие по протоколу HTTP происходит. Прям вообще спокойно, неторопливо, прям вот вообще. Я даже сделаю так, чтобы был не такой сайт BWAP, который вот у меня есть, а чтобы у меня был сайт совсем попроще. Это патч остановлю. Не надо он тебе. Скажу, у меня вот есть тут Minixamp, и в Minixamp такой патч стартанул. И скажу, теперь у меня вот здесь вот, в моем веб-сервере, htdocs, основные документы, будет два файла, индекс 1, индекс 2, индекс и сплит, PHP, там еще что-то будет. И я скажу, прихожу авасп, BWAP мне теперь не надо, просто покажи мне файл индекс 1, html. И вот, индекс 1, страничка 1, вот так. Понятно, да? Я не буду сложный код писать, ничего, ничего не буду. Буду самое простое исследовать. И что я делаю? Значит, закрываю браузер, говорю, здесь все, успокойся, ничего мне не надо, все, стоп, 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 остановились. Какое-то время подождем, все пропало. Я говорю, теперь давай снова все сниферим, говорит, хорошо. И я начинаю с самого начала. Я говорю, вот самое-самое простое. Я подключаюсь и вот файл индекс html смотрю. Что это было? Говорит, у тебя в кэше есть, коммуникации нет. А если скажу Ctrl F5, скажу, в кэше нет, то что это было? Было вот что. Вы смотрите, follow tcp stream и скажу, ну, follow tcp stream – это возможность коммуникации. Посмотрите. Вот теперь вижу, что я сказал get, get значит дай, дай мне индекс html. Он мне говорит, на тебе 200, ок, и вот html, page1. Я ее вот так вот насладился. Все понятно, да? Page1 я посмотрел. Теперь, я что после того, как посмотрел? Я говорю finac. Finac – это значит по-русски давай закончим разговор, до свидания. Fin, закончили сессию. Я говорю, теперь еще раз хочу. Еще раз хочу смотреть вторую страничку. И смотрите, что делаю. Говорю, дайте мне теперь индекс 2 html. Он говорит, на, page2 смотри. Вот, что мне прислали. Мне прислали вот такую html по протоколу http. И теперь вообще экспертам быть не надо. Вы совершенно четко видите, что вот была одна коммуникация. Теперь давай в конец идем. А это вторая коммуникация. Вторая коммуникация заключается в том, что я говорю, дай мне теперь индекс 2. Он говорит 200 ок. Так по http сервер с клиентом разговаривает. И после этого я опять говорю, здесь было здрасте на TCP. А здесь fin, до свидания. То есть, может быть вот такая коммуникация. Я установил синт подключение TCP с клиента на веб сервер. И говорю, дай мне индекс 1. Он говорит на. Я говорю спасибо, закончили разговор. А потом говорю, дай мне второй файл. Предварительно поздоровавшись. Он говорит на. Я говорю спасибо, до свидания. А что будет, если я скажу, дай один и дай второй сразу. Зачем закрывать? Можно вот сразу открыть? Да, запросто. Может быть и так. Давайте проверим. Теперь, значит, снова берем. И на сайте смотрим. Все очистим. Скажем, вот тут снова широковещание. Вот сейчас пойдет наш трафик. Я вот в браузере делаю такой простой элементарный эксперимент. Говорю, дай-ка мне страничку индекс 1. А то у меня ее нету. Ctrl F5 нажму. Чтобы из кэша. Вот оно. И тут же скажу, индекс 2 тоже мне давай. У меня тоже его в кэше как будто бы нету. Он говорит на. Тебе, пожалуйста. Ну-ка, посмотрим, как дела. Успели мы попрощаться или нет? Полу-тси-пи-стрим. Да, вот. Успели попрощаться. Но. Я могу попрощаться не успеть. Смотрите, как может быть. Я возьму вот прямо отсюда, да, где-нибудь. И скажу, дай-ка я со своего... Пойду куда-нибудь на сайт. Ну, ВВВ, специалист, ру, к примеру, пойду. И вот оно мне все нагрузило. Говорит, на картинку смотри. Добро пожаловать в центр. Еще что-то. И вот если здесь сейчас я вот это дело буду сниферить. Остановилась. Перегружу страничку. То здесь... Буду видеть вот такую коммуникацию. А я, видите, я сказал, хочу на тренерский компьютер ходить, где я сижу. Поэтому он специалист, мне не сниферит. Ну, ничего, я пойду вот не на сайт специалиста, а у меня тут есть сайтик с машинками. Вот я его посмотрю. Вот, видите, посмотрел машинки. Просто для того, чтобы вот здесь сниферить. И вот, видите, что у меня происходит. Я говорю, дай мне cars.http. Он говорит, он переехал сюда. Я говорю, дай мне cars. Он говорит, набери. Я говорю, хорошо, а теперь дай мне css-ку. Там написано, что есть css-ка. Я хочу смотреть. Можете пока не знать, что такое css-ка. Это специальный файл. Но, видите, я его прошу. Он говорит, набери. Я говорю, и еще теперь вот этот вот другой файл дай, css-ку. Он говорит, набери. Я говорю, вот и javascript тоже мне давай. Он говорит, на, выполняй. Я говорю, и закурить тоже дай. Он говорит, на, бери. И еще булку вот эту тоже давай мне. Он говорит, ну, на, тебе бери. Видите, да? И это все в одной TCP-сессии. Это один TCP-поток. То есть в одном потоке я говорю, дай файл на, дай второй, дай третий, дай четвертый. То есть вполне может быть и так, что я прихожу и говорю, дай мне в одной сессии индекс один, он говорит, окей. Я говорю, дай мне два, он говорит, индекс 200, окей. Я говорю, ну, теперь все, до свидания. Всем понятно, все элементарно, просто, да? А теперь давайте думать дальше. Может ли быть вот так, чтобы я ему сказал, здравствуй, сервер. Он сказал, здравствуй, клиент. Я ему, дай мне индекс один, не дожидаясь ответа, говорил бы, дай мне индекс два. И он мне говорил, на тебе индекс один и на тебе индекс два. Может такое быть? Знаете, может. Может, если мой браузер, он так не делает. Вот мой браузер, он обычно говорит, дай одну страничку посмотрю, получил, дай вторую, да третью. Но я могу по протоколу HTTP что угодно отправлять со своего компьютера. И получить вот такой вот ответ. Кстати, я прямо сейчас попробую. Вот у меня тут есть на этом сервере запущен Wireshark. Я говорю, здесь все хорошо, мы насладились. Давай по-новому все снифери. А здесь у меня есть программка, называется NCAT, которая отправляет любые данные куда угодно. Мы ее будем детально изучать на курсе по этичному хакингу. Может быть, изучали и на других курсах тоже. Она что угодно может делать. И вот этой программке NCAT я могу сказать, возьми файл get2.txt и этот файл get2.txt отправь на сервер. А что в файле get2.txt будет? Вот, кстати, у меня где-то есть уже этот файл. Здесь я скажу, отправь мне вот такие вот get2. Дай мне индекс 1 и индекс 2 тоже дай с хоста с таким-то IP-адресом. Ну, сейчас у него вроде бы другой IP-адрес. Давайте проверим. Напишем IP-конфиг и увидим, что 10.5.1.62 у него IP-адрес. Не такой, который задумывался. А я попробую вот так вот написать хост 10.5.1.62. Или можно у вас написать. То же самое может быть. И вот с этого IP-адреса, который компьютер АВАСП, то есть 10.5.1.62, его IP-адрес. Дай мне индекс 1, я знаю, у тебя есть, и индекс 2. И вот этот файл попробую отправить. Get2 у меня вот есть, этот файл тут лежит. Проверим. Type get2.txt. И вот видите, вот этот вот get я могу отправить по протоколу HTTP с помощью ncat. ncat это как телнет, только круче. И вот теперь, как у меня на слайде написанным. Написано ncat на 10.5.1.62, на 80-й проект отправь get2.txt. Хорошо? Он говорит, я попробую. Он говорит, я отправил. И смотрите, что пришло в ответ. Page 1, page 2. То есть, если я трафик прослушиваю, вот здесь вот, то как у меня выглядела коммуникация? Я подключился на сервер и говорю, дай мне индекс 1, и еще второй индекс 2 тоже мне дай. А мне сервер отвечает, говорит, 200, окей, вот страница page 1, и вот страница page 2. Все убедились, что это нормально, что так бывает, что смотри, одна HTML, вторая, я не успел тебе на первую ответить, ты уже мне вторую задаешь. Но, как вы видите, сервер отвечает, и так бывает, и все. То есть, убедились, что это тоже не фотошоп. Теперь давайте подумаем о расщеплении HTTP ответа логично. Расщепление HTTP ответа, вот HTTP ответ, да, значит он расщепился. Логично вопрос будет стоять так. Почему ответ сервера в два ответа превратится? Почему произойдет разделение ответа от веб-сервера, что я ему один запрос, а он мне два ответа? Как думаете, почему? Я вам подскажу, потому что веб-сервер данные пользователя, которые я отправлю, повторит. И повторит так, что будет два ответа. А какие же такие данные я отправлю, что веб-сервер их повторит? Как думаете? Я отправлю название файла. И он название файла повторит. Еще какие мнения? Хорошо, где будет это название файла, как вы считаете? Где это будет? Я вам подскажу. Эти данные будут в заголовке HTTP запроса. То есть вот здесь вот я такие данные напишу в этот заголовок HTTP, что он на мои данные два раза ответит. А почему повторение данных в заголовке приведет к раздвоению? Что я такое волшебное в этот GET могу написать? Что он мне ответит на один GET, 200 OK и еще раз 200 OK. Нет идеи у вас, почему такое может быть? У меня есть идея. Я скажу, а что если я ему скажу? Знаешь что? Дай мне, вот здесь мы кавычки поставим, и скажу, дай мне индекс HTML. Вот так вот. И потом давай, как ты тут отвечаешь? 200 OK и чего-то там. Вот так вот я отправлю, и он мне ответит, повторив мой индекс HTML и чего-то там. Не, неправильно. Так не пройдет. Но идея ясна. Идея в том, что я отправлю в заголовке HTTP символ новой строки, slash R, slash N, дальше напишу 200 OK и свой код. И будет выглядеть, как будто веб-сервер так отвечает. Если я ухитрюсь вместо кавычек написать где-то здесь slash R, slash N и еще что-то там, то мне на мой GET ответят. Теперь хорошо. В чем опасность? Я отправил хитрый запрос, я получил на свой запрос ответ. Ну и что? Проблема в том, что второй ответ веб-сервера, который я так законтролирую, может закэшироваться на прокси-сервере. Второй клиент приходит, вы видели, да, у меня не всегда срабатывало, я Ctrl F5 жал. Потому что он говорил, зачем тебе, у тебя уже есть это в кэше. Прокси-сервер тоже может кэшировать. Если ответ закэшируется на прокси-сервере, другой клиент увидит ответ, который сделал хакер. А там неприличные слова, картинки, все что угодно, похакали наш сайт. Клиенту все равно, кого похакали, прокси-сервер или реально сайт, такое может быть. Теперь тот код, который у меня есть, неуязвим. Вот, можете не верить и проверить. Я скажу, дай мне индекс HTML и что-то там. Он скажет, нет, я неуязвим. Но что будет, если мой веб-сервер будет осуществлять перенаправление? Ну, скажем, если вы мне URL пришлете, я вас перенаправлю на этот URL. А там будет такой код. Посетите наш прекрасный сайт специалиста. Мы нажимаем и перенаправление имеем. Вот я такой код умышленно, очень просто написал на своем сервере. Чтобы даже если кто не программист, чтобы все равно это мог понять. Вот этот вот код. Вот он тут у меня есть. На PHP header location. Если URL пришлешь, я тебя туда перекину. Смотрите, как это работает. Вот этот код работает вот так вот. Я прихожу на сайт АВАСП и говорю, ну-ка, split.php. И если я URL никакого не пришлю, он скажет, мне сказали, тебя надо редиректить. А куда редиректить, непонятно. Давай попробуй по-другому. Но я-то должен прийти не так. Я-то должен прийти вот так и сказать URL равно. И здесь уже писать HTTP www.specialist.ru. Вот так вот оно должно быть. И тогда я пытаюсь туда вот попадать. Говорю URL равен такому значению. Он будет мне говорить, я сейчас попробую тебя вот тут вот переправить. Итак, split.php.url. То есть должно быть вот так вот, как у меня на слайде написано. Что я должен сказать, посетите, split.php, знак вопроса, URL. И здесь вот придите. Ну, опять-таки в кавычках, без, давай без кавычек напишем. И тогда будет перенаправление. О, все видели перенаправление? Еще раз. Я прихожу HTTP, Avasp на свой сервер. Он говорит, у меня тут XAMPP, давай тут какой-то сайт. И вот здесь вот будет код. Ашрев, нажми сюда. Мы сюда нажмем, и будет вот такая вот ссылка отправлена туда. Я вот это дело туда отправляю. И учебный центр специалист перенаправляюсь. Вот так работает вот этот код. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит. Вот что это было в Airshark. Я здесь все сниферю. Как меня перенаправили на сайт специалиста, хочу увидеть. Я вот так вот даже сделаю. Скажу, вот сейчас давай все установим. Снова запустим. И теперь с чистого листа открываю, отправляю запрос. Avasp, специалист. Как это было? Было вот что. Я, значит, подключаюсь на веб-сервер и говорю, сплит, давай мне чего. Он говорит, есть такое дело. Есть. Но оно сидит вот здесь. И присылает мне вот такой вот заголовок. Твоя локация, местоположение, ВВВ специалист.ru. И после этого я говорю, спасибо Avasp, что ты меня направил на истинный сайт. И пошел открывать сайт специалиста. Ну, так бывает, часто нужно. Вот пришли мы на сайт специалиста, а сайт специалиста вам может сказать, а не хотите ли вы перейти на Facebook? Желаю, желаю перейти на Facebook. Кстати, про Facebook. Сергей Клевогин. Уникально меня найдете. Добавляйте в друзья, если какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Но вы все видели, что специалист меня перенаправил на Facebook. Так бывает, это нормально. Ну, там, конечно, код посложнее, не такой учебный, как я придумал. Ну, теперь вы видите, да? А вот теперь внимательно сюда смотрим, что вот я контролирую у себя в браузере вот это вот дело. Правильно? Это я написал, дай мне сплит, и это я написал, дай мне ВВВ специалист. Правильно? А в ответ мне сервер говорит, твоя локация и повторяет вот эту вот часть ВВВ специалист. И вот здесь вот я уже могу химичить. Вот здесь вот я уже могу сказать, значит, локация специалистру хорошо, но давай как будто бы ты мне отвечаешь 200 окей. Давай вот здесь вот я вставлю Enter, перевод каретки в начало строки, это слэш R, слэш N в кодировке. Потом напишу еще что-то как положено, я прочитаю мануал, и тогда два ответа получу. Да, так можно сделать, и мы скажем, пусть у меня будет локация вот такая. У меня будет локация, пусть специалист, потом там контент лент, надо писать контент лент какой, 200 окей, и 200 окей будет HTML. Если кодировать URL, то перенос строки процент 0А, пробел процент 20. Больше, меньше, так выглядит в URL. Запрос вот так вот будет выглядеть. Если я вот такой вот запрос отправлю, то это все равно, что я скажу, дай мне www.специалист.ru, а потом слэш N, потом 200 окей, это мне тоже дай. И он мне тогда скажет, такого я не знаю, или он мне скажет, такого знаю, не важно, но важно, что он мне отправит 200 окей обратно. Давайте, кстати, прям тут же я проверю. Вот прям вот здесь вот возьму, отсюда попробую выделить. Вот, не выделяется. Ну, у меня вроде бы это где-то было записано. Я даже вот так вот просто сделаю. Я скажу, сплит и URL будет вот такой вот, 200 окей, а процент 0D, процент 0А, это сложь слэш 0, слэш. Попробую. Теперь, может быть, не так красиво, но сама идея. Пойду и скажу, ты вот как вот тут сниферишься, да, он говорит, да, я все записываю. Вот здесь вот нахожусь. А здесь вот попробую отправить в своем браузере вот такой вот запрос, который мы обсудили. Приду на компьютер АВАСП, в этот сплит, вот это дело отправлю. Он говорит, извините, у меня проблема, но давайте посмотрим, что у нас было. Все видите, да? Все видите, что мне отвечает сервер. Сервер мне отвечает, ты хотел, чего-то там не знаю, куда пойти не скажу. Вот заголовок, он мне ответил, да? Или нет? Или да? Конечно, да. А потом, смотрите, что он мне ответил. На 200, хак какой-то, а потом еще что-то приписал, что хотел сюда приписать. Но вообще-то я могу сказать, это какая-то билиберда, вычеркиваем. Это ответ нам вот этот запрос, а этот 200 окей и дальше мой хакерский код, не пойми, к чему относятся. Но это совершенно реальный пример. Я вот взял и сказал, слэш N, слэш R, то есть перевод на новую строчку и поехали. И вот, что получил в реальности с сервера. Новый запрос приводит вот к такому ответу. Мы нашли то, что ты там хотел, локация, никуда на самом деле туда не ходи. И потом мне присылает 200 окей, я уже, естественно, пойду на курсы HTML, и такой HTML код сделаю с картинками, с музыкой, прям с java-скриптами, супер будет. Это я сейчас хак написал. Сервер как будто бы два раза ответил. Посредник сервера кэширования может рассудить, что раз поле локейшн пустое, ответ неправильный, и его берем, вычеркиваем. А какой ответ правильный? 200 окей, похакан. Или, более того, мы можем сделать такой хитрый ход. Мы скажем, мы же только что НК там два раза get отправили, да? И он ответил два раза, и это было нормально, да? А теперь смотрите, что я делаю. Я говорю, get 2 будет не такой. Get 2 будет такой, вот как я тут написал. Дай мне скрафченный заголовок, созданный мною. Он мне скажет в ответ, не знаю, как ответить на твой заголовок, найдено не пойми куда. И потом вот этот 200 окей перенесется и как будто два раза ответит, но в промежутке. Я сразу после этого скажу, индекс HTML мне тоже давай. Понимаете, да? Сервер кэширования точно скажет. О, 200 окей, это пришло сюда. Точно так же, как когда я два нормальных ответа отправлял, он мне скажет, page 1 сюда, page 2 сюда. Если после этого я не буду Ctrl F5 нажимать, мне же из кэша все будет доставаться, а если все посерединке, из кэша будет доставаться. Теперь то же самое, но как будто бы полная иллюзия, что я отправил такой запрос, отправил еще тут же get 2 индекс, и мне сказали found, мне сказали 200 окей. Понятно, да? Что если вот так вот будет, то произошло расщепление HTTP ответа. И с точки зрения посредника, вот этот 200 окей, как бы ответ на вот этот индекс HTML. Я могу с этим теперь экспериментировать, сказать, где-то я сейчас вырежу, вставлю, где-то у меня тут это будет записано. Такой get, как можно сделать, как-нибудь вот так вот, да? Скажу, как-нибудь вот так вот, давай отправлю. Посканированное, еще тут что-то, еще там что-то. Ну, могу ставить разные эксперименты, как это будет выглядеть для меня. Ну, например, вот нравится мне какой-то get hack, и отправлю я на Avasp такое дело. Здесь напишу Avasp, это вот этот вот компьютер, 10-5-1-62, и тут напишу 10-5-1-62. Или даже айпишку напишу, 10-5-1-62, 10-5-1-62. И начну такие вот эксперименты делать. Скажу, дай-ка, у тебя вот тут хорошо получилось. Теперь то же самое, ncat, и давай мне вот этот get hack, который я вот так вот нарисовал. Существуют сайты, которые такой красивый текст, как вы сказали, в такой вид урловый переводят. То есть это вручную можно не делать. Ну, я вот как-нибудь отправляю, в ответ получаем, и он мне говорит, смотрите, found и 200 окей. Видите, да? Ну-ка, ну-ка, на что-то мне сказал 200 окей. О, 200 окей он мне сказал на индекс HTML. Все видите, да? А теперь 302 ответил на этот мой дурацкий запрос. Это никого не волнует, а индекс HTML, вот он тут типа отсканировано, или похакано, или еще что-то. Все не важно, но 200 окей он есть. Теперь, конечно, сейчас мне нет смысла идти и спрашивать индекс HTML. Вот если я сейчас приду и скажу, дай мне индекс HTML, а вас, то он мне скажет, у меня есть прекрасный индекс HTML на его тебе. Но почему? Потому что некому было вот этот ответ закэшировать. Потому что я N-CAD использую. N-CAD говорит, я отправил, получил ответ, я ничего не кэширую. Но N-CAD умеет, кстати говоря, использовать прокси. И вот тут будет написано. Используй-ка ты прокси-сервер и прогони такое через сервер кэширования. Видите, прокси есть. И вот если у нас будет сервер кэширования, который все будет кэшировать, тогда мы через расщепление HTTP ответа можем подменить индекс HTML на наш неприличный хак, или посканировано, или еще там что-то. Потом другие приходят через тот же прокси. Прокси говорит, это уже спрашивали. И все. Ну, я не буду сейчас поднимать сервер кэширования. Хотя, пожалуйста, ну, есть здесь курс про прокси-сервер. Ну-ка, хочу учиться прокси конфигурировать. Ну, прокси, видите, сложно конфигурировать. На форуме пишут, не работает, не работает, не работает, проблема, да, видите. Но, если есть проблема, значит, она где-то изучается. Записываемся на курсы, говорим, на каком курсе учат, как прокси-сервер конфигурировать. Он скажет, идите на курсы по Unix, там сквид, изучается, прокси будет супер. Понятно, да? Ну, это здесь я уж не буду, на эти курсы пока еще не ходил, не буду прокси-сервер учиться поднимать, но в планы себе поставлю. Научусь конфигурировать прокси-сервер, и тогда действительно, хотя хакеру конфигурировать прокси-сервер не надо, потому что обычно прокси-сервер уже есть. Вот если есть реальный сайт, там есть реальный прокси-сервер, то вот атака может быть. Конечно, не может быть. Сейчас защитные меры такие, что это учебный пример. Сейчас PHP скажет, какие два запроса, я эту вещь знаю, я нет, я защитюсь. Но если PHP старый, не пропатченный, как вот сейчас у меня учебный, то видели, да, совершенно реальная атака может быть. Вот мы посмотрели такую экзотическую атаку по расщеплению HTTP-ответа. Ну, может быть, есть какой-то вопрос, задайте. Ну что ж, время еще есть немножечко. Давайте посмотрим на еще кое-какие проблемы, которые во вас в топ-10 не входят. Но тоже в основах могут быть. Это подмена методов HTTP, например. Подмена методов HTTP означает, что вместо одного метода отправятся два. Вот вопрос про расщепление HTTP-ответов. Наверное, это версия инъекции. Да, можно сказать, что это инъекция, инъекция в заголовок HTTP. Но вроде как инъекция, это бывает SQL, LDAP, инъекция в код. А это инъекция в заголовок HTTP. Да, тоже версия инъекции, вы правильно замечаете. Хотя, может быть, можно и спорить с этим. Можно сказать, это неправильная конфигурация PHP. Это отдельный, опять есть. Поэтому, как хотите классифицируйте, можно и туда, и сюда отнести. А можно и сказать, знаете, это вообще экзотика. Смотрите, что такое... HTTP. HTTP описан в RFC. Ну, например, 7.2.3.1, очень хороший RFC. Мы его на курсе еще обязательно прочитаем. Пойдем в интернет, бесплатно скачаем. И вот этот RFC 7.2.31, он говорит, смотрите, как работает протокол HTTP. Вот здесь написано, что клиент должен прийти и сказать GET, то есть дай. Здесь написано, что он может прийти и сказать POST, мол, давай тебе пароль введу. Здесь написано, что есть метод HEAD, PUT, DELETE и так далее. Два основных метода, GET и POST. POST – это вот хочу залогиниться на сайт специалиста, да, в IT. Вот я логин, пароль могу отправить методом POST. А GET – это когда я говорю, дай мне аккаунт логон. Вот это будет GET. А логин, пароль постом отправляю. Вы знаете, постом, конечно, надежнее, безопаснее. Вот, например, есть у меня тут пример такой вот. Давай-ка придем к нам во ВАСП и вот эти вот методы посмотрим. Вот видите, закрешировал мой клиент. Я говорю, я тебе переделал на BWAP. Ну, по умолчанию BBUG пароль. Вот есть юзер, я залогинился. А он говорит, вот тебе примеры подмены методов. Ну, это очень просто. Смени пароль. Смени пароль и как это выглядит смена пароля. Если я зайду и HTTP веб-тамперинг посмотрю на уровни кода, то увижу, что выглядит это вот так вот. HTTP веб-тамперинг. Он говорит, давай-ка сменим тебе пароль, если хочешь. И методом POST пришли мне свой логин, пароль. Понятно, да? Вот на языке PHP вы можете четко сказать, каким запросом вы хотите получить пароль. Любым реквестом, не секьюрно, или исключительно постом, что более безопасно. Вот если вы делаете ошибку и вот так вот не пишете, говорите, а, любым методом пришли, то к чему это приводит? Смотрите, как это выглядит нормально. Давай я сменю свой пароль на сложный. Сколько символов? Раз, два, три, четыре, пять. То есть больше, чем был баг. Я какой-то пароль из пяти символов поставил, сменил пароль. Отлично, мой пароль сменен. Давайте проверим. Выхожу из системы. Вы уверены? Да, я уверен. И захожу обратно. Пароль. Пять символов. Все видите пять символов? Вот мой пользователь B. Хотите, пользователи создайте сами, студент, кого угодно. Вот я, допустим, хочу его похакать. И хочу от имени этого пользователя B, ну, B от слова «вчела», от слова «баки» с ошибками в приложении. Вот хочу, как этот пользователь B, зайти. И от имени пользователя B что-то где-то здесь отправить, какое-то сообщение. Тут вот, например, можно сообщение отправлять. Да, вот какие-нибудь записи блогов можно делать. Я могу зайти, написать здесь что-то. Кто написал? О, B написал. Видите, да? Как мне сделать так, чтобы пользователь B сменил пароль на нужный мне? Я могу сказать, алло, B, дай я тебе позвоню. Или e-mail могу ему отправить на почту. И сказать, B, сделай так. Значит, иди в этот о вас бивап. Он говорит, так, пришел. Дальше выбери, где ты пароль меняешь. Вот сюда вот. Приди, у меня есть специальное веб-тамперинг. Он говорит, так, пришел. Он говорит, пиши сюда пароль из трех букв. Он говорит, так, написал. И теперь дальше что? Жми change. Нажал. Поздравляю. Все, до свидания. Таким образом, я знаю пароль у пользователя B. Как вам такой способ взлома? Не очень, да? Потому что B меня слушаться не будет. Скажет, куда пойти, что ввести, пароль сменить. На какой? На такой, как ты мне говоришь? Нет, ни за что. Но, когда вот я меняю пароль, да, то как это происходит? Вот если я зайду в Wireshark и буду смотреть, что тут происходит методом post. То, видите, я методом post отправляю логин, пароль. Видите, да? Бивап, логин, пароль. Видите, да? И методом post говорю, вот мой логин, вот мой пароль. Вот мой пасворд. Бивап. Вот так вот. Потом я сменил пароль и методом post опять отправил новый пароль. Супер мой новый пароль. Смотрите, да? Я отправляю мой пароль новый из пяти букв супер. Да? Я его сменил. Но отправил я его методом post. Конечно, так не сделать. Но, если я делаю ошибку, которую я вам показал, и говорю, давай так, любым методом присылай, то хакер говорит, а если гетом, то давай я эти данные отправлю вот так вот. И пришлю пользователю вот такую ссылочку. И говорю, пройди по ссылочке. И все, пароль менять не надо, ничего не надо вообще. Пользователь подумает, о, это АВАСП, это Бивап, я знаю, хорошее приложение. И пытается по этой ссылке пройти. Понятно, да? Вот. Ну, браузер, да, допустим, это у меня Explorer браузер. Я, допустим, хочу идти по этому через... Как я тут скопировать? А, я вот так вот отсюда скопирую и вставлю в Firefox. Вот так вот. А то он мне переводит его... Могу его скопировать отсюда, выделить. А, у меня Viewer, видите, он еще и не дает. Или Copy Slide. А если вот так вот, он сюда. Ну, неважно. Давайте здесь сделаем. Какая разница? Би, пароль у меня супер. Да, я зашел, аутентифицировался. Да, теперь вот все. Я могу сказать, би, зайди, вот смени. Да, он, естественно, меня слушаться не будет. И... А по ссылке пройдет. Но он-то сюда уже залогинился, и поэтому пароль он здесь менять может легко. А это очень удобно. Я уже один раз пароль ввел, что мне еще раз вводить, да, удобно сразу его сменить. И вот тут вот есть такое, да, меняй-меняй. А теперь он повелся на мой трюк и кликает просто по ссылке. Кликает, и запрос отправляется. И можно сказать, ну-ка, как вот ты? Он... Вот это вот метод говорит, возьми два параметра в этот HTTP веб-тамперинг и отправь. Но пароль новый баг и подтверждение баг. То есть то, что я передавал через метод POST, видите, password new, password conf, то же самое передай только методом get. И вот если оно отличает это, то тогда да. Если не отличает, то... Ну, можно... Видеть это вот так вот HTTP веб-тамперинг, да, и вот сюда вот зашел. И сюда я снова меняю пароль. Напишу вот так вот. Супер, супер. Вот так я его сменил. А если я пойду по ссылке, ну, попробую вот здесь вот пропечатать, и скажу веб-тамперинг, знак вопроса отделить параметры, и скажу password new, равно book. А то перехожу по ссылке, оно кодировка, да, там какой-нибудь пробел воткнет. and password conf, равно book. Вот такую вот ссылку сделаю, отправлю, скажу пойди по ссылочке. И он, если вдруг пойдет по ссылочке, проверим. Вроде бы перешел, все нормально. А вот теперь давайте проверим. Был пароль супер, пять символов, да, я прислал пароль book. Выходим и заходим снова. B, пароль сменился. Пароль сменился. Видите, да? Почему сменился? А потому что у тебя код не секьюрный. А если я сделаю вот так вот high, или даже medium, если ты так сделаешь, то мой код будет правильный. И он будет говорить, что значит, если в реквесте есть логин-пароль. В реквесте не надо, давай, пусть будет пост. Вы должны знать, что метод бывает пост, бывает реквест. Вот если вы говорите реквест, так вроде бы проще, но можно прийти get-ом. А get-ом, как вы видите, прийти проще. Вот буквально на ваших глазах по ссылке прошел, и все. Пароль сменился. Конечно, метод get-атаковать легче. Подмена методов HTTP – это тоже атака на приложение. А еще бывает загрязнение параметров HTTP. Полюция параметров HTTP. Параметры HTTP – это вот такое вот. Параметр, параметр, параметр. Вот, допустим, у меня есть в примере голосовалка. Вот я прихожу голосовать за любимый фильм. Пришел голосовать за любимый фильм, и тут вот, HTTP, параметр, полюция. Приходим голосовать. Он говорит, для того, чтобы проголосовать, скажи, как тебя зовут. Я говорю, меня зовут Би. Он говорит, хорошо. Теперь, Би, выбирай любой фильм. Я выбираю вот этот фильм. Молодец, Би, ты проголосовал за это кино. Понятно, да? Это, конечно, может быть сложно реализовано. Но если на код посмотреть, то видно, что мы спрашиваем, как его зовут. Он нам говорит. А потом мы скрипту, который оценку выполняет, передаем, что Би, что сделал? Воут проголосовал за фильм номер какой? Номер один. Но что будет, если передать параметр? Я голосую за фильм номер один. Ой, извините, я голосую за фильм номер два. За какой номер будет отдан голос в голосовании? Вот RFC говорит, вы должны сделать параметры по таким правилам. Но RFC не запрещает, чтобы параметр одинаково назывался. Представляете? И таким образом это уже дело веб-сервера. Считать, ну, этот первый, значит, правильный. Нет, этот второй, значит, улучшенный. Понятно, да? Таким образом вы можете нарушить логику приложения. И думает, вот у меня какой-нибудь конкурс фильмов, там, конкурс красоты, еще чего-то. Пусть все за меня голосуют. Давайте? Давайте. Видите, мы говорим, давай, как будто бы нас зовут, окей, и муви, как будто бы номер два. И пусть он за это проголосует. Ну, давайте попробуем. Вот я перехожу, пытается в Explorer бросить. А он, видите, Explorer не пропатченный, да, видите, говорит, нет, лучше в этом, в Firefox. Ну, хорошо, я напечатаю, ничего страшного. Значит, перейду по ссылке, которую мне пришлет злоумышленник. И скажет, перейди по ссылке, где у тебя имя спросили, давай, как будто бы тебя зовут Би, потом процент 26, амперсент, муви, процент 3, D, 2, экшен, равно, вот. Вот, как будто бы я пойду по такой ссылке, ну, сейчас не буду разбираться, что там с Explorer не так, может быть, его открыть, закрыть надо. Ну, допустим, я вот по такой ссылке прошел. Ну, мне вот присылают ссылку. Говорят про голосуй, причем имя вообще любое может быть. Ну, окей, напишу любое имя. Голосуй. Я, если по этой ссылке сейчас пройду, ну, тут URL кодируется, да, он попадаю, как будто бы я имя уже ввел, и он говорит, давай, голосуй. Голосуй за какой фильм ты хочешь. Я хочу за терминадзор голосовать, а или опять за первый фильм хочу вот этот вот голосовать. Первый жму, и он говорит, спасибо, вы проголосовали за Iron Man. Почему? Потому что вот это вот означает, ну, вот эти символы URL кодированные, что я сказал, чур меня зовут, имя и муви равно 2. Вот, вот, амперсент, URL кодирование, вот такое. Меня зовут, окей, амперсент, муви, это равно 2. Процент 3D, это знак равно. Меня как будто бы так зовут. Я пришел по ссылке, мне говорят, голосуй. Я говорю, ну, хорошо, я только что голосовал за фильм, повторно голосую. А результат какой? Спасибо, вы проголосовали за совсем другой фильм. Нет, я не за него хотел. Но здесь, конечно, ошиблись. Вы проголосовали. Не надо было идти по ссылке. Надо было прийти. Но, с другой стороны, мне прислали, сказали, проголосуй за что хочешь. Я пользователь со своего IP-адреса подключаюсь, голосую за что хочу. А мне говорят, почему? Потому что происходит такое параметры, что у меня муви то ли 1, то ли 2. А вот этот вот HPP3 это не проверяет. А теперь давай пусть будет проверять. Ну, если будет проверять, то тут уже другое дело. На уровень хай поставим. Скажем, ну-ка, приди теперь по этой ссылке. Где у нас тут? Вот так я ходил, да? И то даже можно ошибку делать. Действие неважно. Я вот сюда пришел. Он говорит, голосуй. Вот видите, да? О! Загрязнение параметров. Мы обнаружили. Нас не приведешь. Почему такое случилось? Потому что если секьюр на код писать, то будет это выглядеть так. HPP3. Ну, здесь есть проверка. Вот HPP-чек. Это функция. Урф-де-код. Проверяй. Знаете, вообще-то любые такие проверки вы, конечно, можете сами писать. Но лучше не надо. И ASPX, и PHP уже имеют функционал для таких проверок. Используйте готовую библиотеку. И главное, когда выполняете проверку, не забудьте вот это дело вставлять, такую проверочку делать. Вот. Если здесь мы говорим что-то не так. Если обнаружили, если это установлено, проверь вот таким вот кодом. Мы можем зайти, HPP-чек проверить, что за функция такая. Ну, видим, она декодирует, она проверяет. И мы пользуемся этим решением. Вот такие фокусы могут быть с параметрами HPP. Такие есть вопросы. Проблема может быть вообще не в HPP. Вот атака клик-джекинг вообще смешная. Смотрите. Есть у меня такой чудесненький пример. Не желаешь ли ты напоследок сходить на фильм, на который только что голосовали? Да, желаю. Допустим, желаю сходить. Вот. Респонс сплитинг рассмотрели. Тамперинг рассмотрели. Полюция параметров. Увидели, что реально происходит. И вот теперь... Видите, да? Давай купим билеты в кино. Я не один пойду, пойду с друзьями. Все видите, да? Ну, прекрасно. Хорошо. Как будто бы я купил 10 билетов, 150 евро, уплачено. Ну, как будто бы, да? У нас учебный сайт. А теперь смотрите, что будет, если я пойду какой-нибудь сайт. Совсем другой. Вот. А вас в бивап. У меня на том же самом сервере. Но, хотя это может быть другой сервер. Другой сервер. Но, ивил, да? Видите? Не бивап, а ивил. Тут вот кликджекинг htm. И он говорит, неслыханная распродажа. Бесплатно даем билеты. Бесплатно даем билеты. Сюда нажимай. Бесплатно в кино пойдешь. Мы бесплатно хотим пойти в кино, правильно? Но давайте посмотрим на этот html-код, который нам прислали. Что будет, если вот этот html-код, вот мы вот туда пришли, да, секьюрно пришли, htps, там еще что-то. Он наш запрос отправляет на легитимный сервер. И там как будто мы согласны за деньги, за все, за все. И когда вот мы здесь нажмем конфирм, вот когда вот сюда нажмем конфирм, то где выполнится эта кнопка? Если текст, а не хотите ли вы заказать бесплатные билеты, скрыт вот этим баннером. И вот вы можете сказать, вот бы мне какой-нибудь фаербак. И сказать, ну-ка, что это закрывает тут все? Размер 1000 на 525. А давай как будто бы здесь картинка не 1000 на 25, а как будто бы она поменьше. Прям тут же, если я поставлю фаербак, он позволит мне это редактировать. Ну, я, кстати, вам сразу этот фаербак и покажу. Есть такие расширения, которые позволяют редактировать код еще лучше, чем оригинальные. Ну, приходим прямо в Mozilla, говорим, хотим фаербак, добавить Firefox. Он его скачивает, устанавливает. И теперь у меня лучшие возможности по управлению есть. Ну, а теперь иду сюда, говорю, это тоже хорошо, но фаербак еще лучше. На это закрываем. Фаербак, видите, что говорит. Давай я вам покажу, что оно здесь. И прям тут же размер могу изменить. Или даже вот эту вот картинку несуществующую, давай подгружай. А здесь ширина 525 не надо, 5 убирай. А здесь 1000 не надо, 1 пиксель хватит. И тогда здесь будет вот этого, этой картинки не будет. А что будет? А будет, что здесь подгружен вот такой вот эфрейм, который говорит, пойди в BWAP и в BWAP уже ClickJacking PHP запусти. Понятно, да? То есть здесь подгружается вот этот вот BWAP ClickJacking. Но этого эфрейма не видно, потому что сверху закрывается картинка там какого-нибудь Free Tickets. А кнопка торчит, вылезает. Вот если удастся сделать так, чтобы кнопка вылезала, а вот этот баннер, этот эфрейм закрывал, то вы вроде бы кнопку видите, на кнопку вроде бы нажимаете, но кнопка нажимается не здесь, а на том сайте. Это, конечно, будет зависеть от браузера. Ну вот, зайдем. Это может зависеть от разрешения. Ну, сама идея такая может быть. Вот, интернет-эксплорер, видите, хорошо это заметно. Ивел, бесплатно, билеты. Конечно, берем или не берем? Берем бесплатно. Конфирм, поздравляем, 150 евро вы уплатили. Как, где, что? Ну, а вы посмотрите, здесь тоже есть F12. И тоже можно сказать, вот эта вот картинка, да, вот что такое, где она? Она, вот здесь, эта картинка. Какая у нее высота? У нее высота 1000 пикселей. Пусть у нее высота будет 10 пикселей. Она, видите, не дает как фаербак менять. Но вот это вот Free Tickets, если ее уберем, вот она, ее не видно. Она говорит, я на самом деле подгружаю с бивапа, куда вы аутентифицированы, и говорю, 10 тикетов, пожалуйста, все. Видите, да? То есть нам этой картинкой взгляд замылили, сказали, бесплатно, неслыханная распродажа. Мы думаем, неслыханная распродажа, а оно, опа, оказывается, слыханное. Мы претензию, бивап, как же так, мы не хотели, мы думали бесплатно. Ну, а хакер потеряет руки, говорит, я похулиганил. Вот что такое атака клик-жекинг в самом простом варианте. Ну, то, что от этого есть защита. Вот вы сами пишете, и фрейм блокируется. Это, конечно, да, хорошо. Сейчас вот секьюр напишем, скажем, нам и фрейма нельзя. Ну, что ж, вот мы как раз уложились в запланированное время, посмотрели на основные концепции, и вот эти вот три тонкости в HTTP, расщепление HTTP-ответа, подмена методов, загрязнение параметров, даже клик-жекинг посмотрели. Если есть какие-то вопросы, еще есть пара минут их задать. Меня находите в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, добавляете в друзья, и остаемся на связи, остаемся в ВКонтакте. Им до свидания, всего хорошего. Спасибо. Конформация к размышлению получит. Гейм, вопрос, а вот этот курс отдадите, защита по УАКу? Он насколько сильно закрывает вообще все уязвимости в предложении? Ну, практически все закрывает, потому что оба...